Когда я получил приглашение от Андрея Николаевича, я согласился, не только там другие причины, потому что мне хотелось услышать людей, которые взаимодействовали, знали Махнача, знали Петера, эти книги у меня есть. Но я причем и в глубоком уважении присутствующий, я немножко расчеркнул. Я шел сюда, ведь мы с Махначом одногодки, мы 48-го года. Он ушел, сколько, может, это 12 лет назад, я еще здесь, и мне хотелось услышать, получить эстафету от тех людей, которые знали Махнача, которые знали Петера, и вот другие ему идеи. А получилось реминесцензии, ностальгии, ностальгии такая, вот как-то все было. Послушайте, мы в центре Москвы, в центре оккупированной Москвы, а вы нам рассказали про какие-то статуи юстинианов, про Византию, больше делать нечего, что ли. Я понимаю, что вы историки, вам это интересно, порассказывать, поговорить, вы бы там прожили жизнь. Я прожил всю жизнь военной разведки, мне тоже есть счет, по вспоминать. Так вот, я думаю, что наша история, в том числе, мысль Владимира Леонидовича Махнача, так и мы были у него на кладбище, куда хорнили Осипова, они там в рядышком эти могилы, да помню, кто там была на кладбище. Вот, меня интересуют мысли, как дело. Был такой Мартахай-Люви, который сказал следующее. Идея тогда становится внутри огосила, когда он вливает масло. Я не знал, кого он скому не сделал этого выражения, пусть я не очень доверяю, что он сам отравил, но тем не менее, так. Так вот, стал ведь и гей, который проповедовал Петеркин, Махнач, там все фамилии были. Они стали материальной силой? И почему нет? И почему не стали? Я совершал сквозь никлаймару под другом и в моей диалоге, в нашей диалоге русского христианского социализма, мы говорим, что и Советский Союз, и Российская империя погибли по одной и той же причине. Упрекать сейчас, потому что коммунисты и коммуняки разрушили церкви, да не они разрушили советское время. Вы почитаете Игнатия Примченина о состоянии православной церкви, во что она превратилась уже? Церковь первая сдала Российскую империю, первая, потому что русский народ утратил веру в том, что живет в православной державе. Как потом советский народ, при всех его замечаниях, он утратил веру в это следующее, и буду еще и кобудрить его. Мы потерялись недержаве. В 20-м веке мы потерялись. Я же предупреждал вас, уважаемые. Так вот, я вам скажу, что Советский Союз погиб по той же причине. Там была церковь, здесь была КПСС. И церковь во время Советского Союза была многократно чище нынешней церковной организации. Поэтому, чтобы не совсем испортить настроение, я вам предупреждал о том, что нас ждет новая русская держава. Назвит новая церковь. Держава называет, и молюсь об этом, русской православной державой, самодержавой. Я монархист, но у меня монархизма довести исторические поиски, кто-то где стоял, кто что говорил. У меня монархи – это политическая задача. Еще раз. Для меня монархической идеей является конкретной политической задачей. То есть восстановление монархии, я жду для того, чтобы восстановить всей монархии. Понимаете, что государь, пришли, да? Вот нам придет государь, царь явится и нам все это делает. Я скажу, что такой марки парашюта, из какого собрета он сделает прыжок. Он летел в самолет, отъявился – царь. И уже царь был юст. И он все это делает. В этом смысле я скажу, воспользуюсь таким же мнением Владимира Семеновича Осипова. Мы с ним однозначно решили почти в этом уровне. Царь, государь – это венец. Венец воцерковления русского народа. Тогда, когда народу потребуется государь, вот тогда Господь нам его явит. А нам до этого лет 20-25 после Победы. Вот когда в России появится русская православная власть, которую в своих целях поставили возрождение в России православной самодержавной монархии, вот от этого будем отсчитывать 20-25 лет. То есть нам нужно будет родить, воспитать новое поколение, воспитать существующих 25-летних. Ну, а деду уж пойдет безнадежно, я думаю. Мое поколение, мое поколение советских веков. Я скажу из них, единись и вернусь. Все-таки поняли, чем все это было, и пришли, к концу, к Христу. Без Христа мы ничего не делаем. А без средств массовой информации мы не вернем народ к вели. А без новой государственной власти мы не вернем в себе средства массовой информации. Вот такая треходолчь. То есть если мы хотим вернуть в Россию русскую православную державу, в будущем монархию, мы должны иметь средства массовой информации. Раз, мы должны иметь воспитатель с детского садика, который, детские вот такие, пока больше наш не прочитает, не сянуть за западами, это блюжин, пока вскоре будет иден закон божий, когда кафедра богословия будет создана на всех университетах, институтах, военных училищах, академиях. И вот тогда, через 20-25, мы сможем получить два поколения русских воцерковленных людей. Вот для этого нужно получить государственную власть. А вот как ее получить? Пока пишутся статьями Уголовного кодекса. Вчера, да, вчера, да, вчера, состоялся в суде на биле Едишево. Так вот, уважаемые историки, монархисты, кто из вас бывал за все эти два года, или год хотя бы, на суде у Ивы Едишева? Кто от вас? Едишево. Едишево. Руки принимать не в России. А это, в принципе, человек чистый, комий-царьянин, это чистокровный комий-царьянин. То есть, он имеет ни капли русской крови, он сильно угостка, пленан. Этот человек четвертый раз сидит, ему вчера дали 15 лет строгого решения за террористическую деятельность, а коварищу Павлу Антонову 10 лет. Вот где идет сейчас борьба. И в этой борьбе вы должны помогать своим. А языком говорить, дело хорошее, я сам в какой-то степени, даже если он не с доктором политических, но он, Андрей Николаевич, я, я совершенно сенсивился в моем Кноу, то есть, кандидат, понимаете. Меня арестовали за 10 дней для той защиты докторской диссертации по теории специальных операций. То есть, безусловно, важна и нужна вот такие мероприятия, где мы рассуждали бы искать пути выхода из творящейся сейчас национальной катастрофе. Ну и завершение. Русская революция неизбежна. Честный день. Конечно, мы сейчас не говорим о каких-то там общественно-политических или даже идеологических моментах. И действительно, есть определенная ностальгия по тем временам, когда мы были значительно моложе, когда мы считали, что впереди серьезные изменения общественно-политические, когда мы надеялись, мы всерьез надеялись даже еще в 2000-х, что где-то во власти есть люди, которые нас поддержат, которые пока сейчас вот не могут, но немножко изменится ситуация, они начнут нас поддерживать. И мы их узнаем лицом и начнем их поддерживать. И у Бахнача, и у Быхтина, и у Леонтия Вызова у них тоже были такие же иллюзии. И отчасти они продолжаются и сегодня, поэтому вот это ностальгическое чувство, оно кажется таким деструктивным, но на самом деле это первый путь. То есть, когда мы говорим об этих людях, мы как бы предлагаем вспомнить, о чем они думали тогда, и с поправкой на время их идей использовать сейчас. Понятно, что я тоже страшно удручен даже не тем, что там власть какая-то вот не такая, а тем, что люди, которым там показывают там книжку Мухнача, там выбор пути, там еще как-нибудь, говорят, ой, слушай, сегодня вечером там по телевизору какой-нибудь там футбол показывают или вообще-то мы в пивнушку там собрались и вот в таком духе. То есть, реакция на то, что предлагается. Вот есть уже готовая разработка. То есть, тебе не надо сидеть и скрипеть мозгами там выдумывать какой-то манифест, какой-то тезисы политтехнологические Мухнача. Уже все готово. Вот как бы возьми и работай с ними. Или если ты хочешь свое написать, ну ты посмотри, как бы, я часто сталкиваюсь с тем, что там присылали мне какой-то манифест, я думаю, ну что же, человек прожил последние 20 лет вообще ничего не читая, взял из головы и начал там конституцию писать там так сулакшем, там с потолка взял и, значит, ну тоже будет как-то дважды доктор наук, он писал то, что эту конституцию, я так почитал, абсолютно безграмотность юридическая и в мусорное ведро выбросил. Нельзя это читать, человек никогда ничего не читал. Он там, да, доктор физмат-наука и доктор политической науки. А в этом он не разбирается совсем. А есть люди вообще просто которые снимают там из своей головы, видимо, там какие-то там черные ангелы читают какой-то текст, они записывают всякую химию. То есть есть некие наработанные уже тексты, есть некий опыт предшествующих поколений. Если человек вдруг начинает заниматься политикой, пришло эту форму, то так неплохо бы по сторонам посмотреть, что уже там опубликовано, чем люди беспокоились в своей жизни. И вот эти люди, которых мы вспоминаем сегодня, они проделали большую интеллектуальную работу. И мы просто как раз и вспоминаем, что есть эта работа, они не исчезли из нашего пространства просто потому, что ушли в мир иной. Они присутствуют здесь в своих книгах. Мы эти книги вспоминаем, вспоминаем эти мысли, вспоминаем эти личности, которые вокруг себя, как волны, разошлись ученики. Сергей Олегович, наверное, один из самых успешных учеников Владимира Леонидовича Махнача, доктор социологических наук, руководитель ученого совета социологического факультета МИУ. Я там еще при жизни защитился, доктор защитил и в своих книгах писал, что мои учителя это Махнач и Пухтин, не просто они как бы учителя-друзья, на полпоколение моложе, и от них очень много чего получил. И другие тоже, по жизни тех, кто этими идеями заряжался, они их продолжали, они не стояли на месте, ни момента не сомневаюсь, что это было так. Или вот национальный манифест, который мы вместе с Пухтином писали. Это тоже серьезная работа, которую любой политик или начинающий политик должен прочесть. Скорее, сейчас прочтут манифест Варкс Энгельс, который к нашей жизни никакого отношения не имеет и тогда вообще ни к чему отношения не имел, чем вот эту работу. Она доступна в интернете, там несколько тысяч тираж разошелся, бесплатно его раздавали, никогда не продавали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!